Господь Иисус, мы любим Тебя. Боже, этот церковь любит Тебя. Ты сказал, возлюби Господа, Бога Твоего, всем сердцем, всем разумением, всей силой. Господи, это и делаем, Боже. Мы хотим сказать, что мы любим Тебя. Ты любовь в нашей жизни. Господи, никто не желает нам добра, как Ты желаешь нам. Никто нам не делает добро, как Ты делаешь. Никто не есть всегда с нами. Ты сказал, что не оставлю, не покину вас. Я благодарю Тебя за Твое присутствие, которое всегда сопровождает нас. Господь, пришло время, слыша слово. Я понимаю, что я неспособна. Я ограниченный человек. Но я вышла сюда, потому что Ты обещал, что Ты будешь со мной. Поэтому, Господь, говори через меня. Осуществляй Твою волю через меня. Я полностью отдаю Тебе. Послужи каждому человеку. Эти люди пришли не ко мне. Эти люди пришли к Тебе. И Ты никогда никого не подводишь. Я благодарю Тебя. Славу и превозношу Тебе. И я молюсь за тех, которые смотрят нас по онлайн. Спасибо, Боже, что онлайн есть сегодня. Боже мой, в домах, где они находятся, прикасайся к ним. И пусть это слово тоже изменит их жизнь. Во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Аминь. Я буду нуждаться в Вашей помощи, чтобы назвать эту проповедь. Если я скажу задержанные ответы, это понятно по-русски? Задержанные не вовремя, да? Ну, отстроченные, да? Потрясающе. Тогда у нас такая тема. Задержанные ответы и отношения с сердцем. Задержанные ответы, то есть на молитве, и отношения с сердцем. В прошлое воскресенье мы говорили о сердце, Божьем мишень. Что Бог хочет от меня? Вот, я даю ему деньги, не остается от меня, еще что-то ему даю, ему не хватает. Что же Бог хочет от меня? Мы поняли, что самое главное, то, что Бог хочет от нас, это наше сердце. Он хочет, чтобы наше сердце соответствовало Его сердцу. Он хочет менять нас внутрь, потому что Он не смотрит только на внешность. У Него есть способность смотреть внутрь. И Бог говорит, Самуил, не смотри на рост его. Люди смотрят на внешность, на вид, а я смотрю на сердце. Бог не может не смотреть на сердце. И если мы уже знаем, что Бог есть такой, который всегда будет смотреть на сердце, тогда нам надо отдать Ему наше сердце. И мы сегодня будем говорить на тему задержания ответа и отношения сердца. Я прошу, чтобы вы слушали внимательно, убедитесь, что вас никто не отвлекает, потому что то, как мы слышим Слово Божие, это уже зависит, что мы получаем от этого. Очень интересно знать и напоминать нам сегодня, что когда мы молимся, мы не меняем сердце Бога. Когда мы молимся, когда мы стоим на коленах или на ночных молитвах, или любой вид молитвы, которой мы молимся, важно, что цель молитвы – это не менять сердце Бога. Невозможно менять сердце Бога. Мы недостаточно умные, мы недостаточно компетентные, мы вообще слишком мало знаем, чтобы менять сердце Бога. Когда мы молимся, это не битва, это не дебат, кто победит Бога. И как я расскажу, как я докажу так, что Бог изменит свое решение. Нет, это не цель молитвы. Мы не воюем с Богом в молитве. Мы не пытаемся уговорить Бога. Поэтому мы сейчас вспомним то, что Иисус говорил о молитве, что некоторые фарисеи, некоторые первосвященники, они думали своим красноречивостью, да? Они думали, что молитва – это красноречие, что чем правильнее я подберу слово, чем грамотнее я подберу слово, тем длинной будет моя молитва, от этого всего будет зависеть Божий ответ на мои молитвы. Но Иисус говорит, что не так, абсолютно не так. Итак, мы не можем, мы слишком молим, чтобы изменять сердце Бога. Потому что в числа 23 глава, с 19 по 20 стих написано, что Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему измениться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнить. То есть Бог, у него настроение не меняется от погоды. Хорошо, ты сказал, я обиделся, я больше так не буду. Нет, он стойкий, он камень. Камень. Не поколебиться. Поэтому в молитве мы не меняем сердце Бога. Также мне нравится, 20 стих написано. Вот благословлят началь я, ибо он благословил, и я не могу изменить это. Он благословил, я не могу изменить это. То есть сердце Божие, намерение Божие, планы Божие, мы не можем это изменить. И в течение проповеди, и мы поймем, что и не надо его изменить. Дальше. Первый царств, 15 глава, 29 стих. Первый царств, 15-29 стих. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Бог, это не человек, кого мы можем манипулировать. Он вообще не человек. И его основание стоит. Написано, что он не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, верный посольству Божьего, верный дому Ревута, верный дому Аделаджа. Он не скажет неправды, он не раскается, ибо он не человек. Это человеку мы можем питаться, уговорить, произойти в рычаг, убедить, но, извините, Бог не человек. Его основание стоит, его основание стоит крепко. Когда мы молимся, и особенно, когда у нас есть задержанные ответы на молитвы, что Бог делает в это время, когда сразу Он не отвечает на мои молитвы, какую цель Бог преследует. Интересно знать сегодня, что в молитвах вообще, вовремя Бог отвечает, или не вовремя, в молитвах, во время молитвах, когда мы обращаемся к Богу, Бог меняет наши сердца. В молитвах Бог меняет наши сердца. Бог помогает нам видеть вещи, как Он их видит. Бог помогает нам видеть Его планы. Бог помогает нам видеть Его цели в молитве. в молитвах. В молитвах Бог помогает нам принять Его волю в нашей жизни, и чтобы мы были готовы делать все, то, что Он хочет. Чтобы мы были готовы делать все, то, что Он нам скажет. Иногда в Библии кажется, что можно менять сердца Бога. Особенно в Исход, есть одна история в Исходе, мы не будем читать. Исход 32 глава. Это когда Моисей был на горе с Богом, и пока Моисей был на горе, люди жили свои жизни, делали себе золотую тельсу, да? Тельса делали себе. И даже сам Бог говорил Моисею, пусти к своему народу, потому что они уже свои фокусы начали. И потом Бог сказал Моисею, я уничтожу этих людей, я уберу этот народ, давай я с тобой начну совершенно новую тему. Давай я с тобой начну совершенно новый род. И на то Моисей наш охотатайствовать. Моисей говорит, ты что Бог? Народ вокруг нас, подумаешь, вот он довел их до одного места, больше не может, и решил их разрушить. И Моисей начал охотатайство, он говорит, Боже, ты же многомилостивый, ты же есть Бог, который прощает грехов. Моисей говорит, я не согласен на этот план, Боже мой, прости этих людей, исцели их, забудь о твоем гневе, и прими этих людей обратно. И так Бог и сделал. То есть Бог услышал молитву Моисея, и можно подумать, неужели Моисей милостивее Бога? Неужели у Бога лучше, у Моисея лучше идея, чем у Бога? Неужели все-таки можно менять сердце Бога? Неужели все-таки можно менять намерение Бога? И здесь я хочу что-то объяснить. Бог благой. Сердце Бога самое лучшее сердце, которое может быть на свете. Мы даже не мы не понимаем это, но одно мы знаем, что Он чист, Он святой, Он благой, Он добрый. Поэтому менять Его никак не можем, и менять зачем? Это самое лучшее. Мы даже до конца не познаем благо, который Бог имеет для нас. Написано, что глаза еще не видел, уха еще не слышал, еще никому не пришло в сердце. Вот это все богатство, которое Бог имеет для нас. Поэтому больше неумно питаться Его менять. В исходе почему казалось, что Моисей изменил сердце Бога? На самом деле Моисей не изменил сердце Бога, потому что в Божьем плане не было уничтожения народа Израилев. Наоборот, Он их избрал, да, из всех народов мира Он их избрал. И Он их избрал, проявляя к ним благость, милость, ну, балует их налево, направо. И почему вдруг Бог захотел их уничтожить? Потому что они согрешили, они отслушались Богу. Они отслушались Богу. И возмездие за грех это смерть. И Бог не может делать вид, что я все равно их люблю, я покрываю их, я ничего не буду делать, я делаю вид, я никакого золотого терсу не видела. Знаете, как мы люди умеем делать? Давай сделаем вид, что этого не было. Бог не мог сделать вид, ничего этого не было. Поэтому уничтожать детей израилов, это не было в сердце Бога, это не было в его плане, это мы, да, мы довели себя до того, тем, что мы ослушались Бога, мы стали умнее, начали молиться нашему золотому терсу, и от этого, то есть, причина следствия, да, от каждого действия есть реакция. Поэтому Бог, ну, просто ограчен, Господи, что еще нужно делать для этих людей? Сыною рукой, распространенной рукой, я спас из Египта, я в пустыню камлю, мясо посылаю, ману посылаю, на все их заказы я отвечаю, на все капризы я отвечаю, и им мало. И поэтому то, что мы видели в исход, это, я говорю, мы, потому что, понимаете, мы не лучшие детей израилов, это мы себе довели до этого, это последствия нашего греха, это не было планы Божьи, ибо Бог не хочет, чтобы что-либо умер, но погиб, но чтобы все пришли познания истины. Вот почему нам сердце Бога менять не надо, потому что у него самая лучшая конституция. Знаете, некоторые страны переписывают конституцию, а конституция, которая у нас лучшего не бывает, поэтому зачем менять? И то, что мы видим в исходе, из-за непослушания нашего, Бог решил наказать нас, поэтому вот это наказание, это не было сердце Бога, Бог вообще не хочет, никого наказывать, никого убить, никого мучить, Бог не хочет этого, но у большинства из нас, у нас есть дети, покажите мне такого родителя, который единственное, что он хочет делать, это мучает ребенка, это наказывает ребенка, есть такой родители, редко, почти нету, а скажите, есть родители, которые наказывают детей? Ну есть, потому что дети стали умные, да? ты сказал, не делай, и туда бежит. Именно то, что ты говори, не делай, именно тот, он хочет делать, и что остается делать? По попу, по хорошему давать. Вот, и это то, что мы видели в исходе, что они достали Бога, это не первый раз, что Бог их прощает, они достали Бога, и Бог говорили, Моисей, вот, иди к своему народу, Бог даже назвал детей Израиля, и народ Моисей, иди своим, давай я их уничтожу, такая, и Моисей ходатайствовал, и поэтому казалось, что Моисей изменил сердце Бога, Моисей не изменил сердце Бога, но Моисей ходатайствовал, Моисей ходатайствовал, это еще один грант, который мы должны знать, что когда мы ходатайствуем, допустим, если я вижу неверующего соседа, если я вижу неверующего родственника, и я начинаю ходатайствовать, я же не молюсь, чтобы Бог, когда я ходатайствую, я же не молюсь, и я не говорю, Бог, убей его, потому что это не соответствует Божьему плану, и даже если я буду молиться Бог, убей его, Бог не ответит на мою молитву, потому что это не соответствует его плану, когда мы ходатайствуем, что мы обычно делаем, мы делаем что-то соответственно Божьему что? Божьей воле, Божьему плану, это то, что называется ходатайство, то есть мы молимся в направлении Божьего сердца, то, что он хочет, поэтому вся наша молитва, это Божье слово в наши кусты, Бог, ты говори, Бог, ты написал, ты сказал, что спасешься ты и весь дом твой, Бог, папа еще не спасем, тетя еще не спасена, и Боже, я напоминаю тебе об этом слове, я не меняю твое сердце, наоборот, это ты хочешь, чтобы мой папа спался, ты хочешь, чтобы моя, ну, это твоя воля, да будет твоя воля на земле, как оно на небеса, поэтому это местописание, и то, о чем мы говорим сегодня, показывает нам еще раз, насколько важно служение ходатайства, и насколько важно посвятить всю нашу жизнь ходатайству, тем больше мы знаем Бога, чем больше мы знаем плану Божию, для нас, для всего человечества, тем больше мы будем ходатайствовать, поэтому в наше ходатайство мы не молимся против сердца Божьего, мы не молимся против воли Божьей, наоборот, мы вливаемся в этом, и Бог начинает делать чудеса. Везекиил, 22 глава, с 30 по 31 стих, из Икии, из Икии, 22 глава, с 30 по 31, написано, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Скажите, пожалуйста, с этого местописания можно ли делать вывод, что Бог не хочет погубить народ? Видно? Скажите, пожалуйста, с этого местописания можно ли делать вывод, что если Бог не найдет ходатая, Он погубит этот народ? Видно? Вот наша роль в молитве. Сам Бог говорит, «Я не хочу». «Я не хочу». «Вы меня вынуждаете». Потому что если вы посчитаете до того всякую ерунду, всякий разврат, который народ делает, именно вот этот развал, вот это наше действие вызывает Божие наказание. То есть это не первоначальный план, это даже не десятый план Божий, чтобы погубить, уничтожить. Ну, это вообще, Он не хочет. И поэтому даже есть система молитвы, система ходатая, чтобы люди стояли в проломе, как Аврагам стоял в проломе. Потому что зло, разрушение, это не от Бога. Это дьявол кайфует, когда люди умирают. Это дьявол кайфует, когда есть неустройство, когда ничего не лепится. Вот. Этому нравится дьяволу. А Бог есть Бог святой. Есть Бог всякого устройства. Есть Бог мира. Есть Бог благодати. Бог благословения. И когда мы все равно грешим, Он думает, как вернуть нас к Его плану. И Он говорит, я искал. Представьте, Бог искал. Я уверен, это то же самое Он делает в Украине сегодня. Он говорит, я искал человека, кто бы стал передо мной из-за этих людей. Как Авраам стал. Авраам, Боже, Абраам знает Бога. Он знает сердца Бога. Бог, ты же не такой, что ты уничтожаешь правильных людей. Это на тебя не похоже. И Бог говорит, да, действительно, если я найду правильника, если я найду десяти, если я найду, я не уничтожу. Ради этих пяти, ради, я не уничтожу их. Задержанный ответ и отношение к сердцу. Бог призывает каждого из нас стать ходатаем сегодня. Почему мы должны любить молитву? Почему мы не должны пропускать молитвенного служения? Почему мы должны любить прославление точно так же, как мы любим молитву? Если будет концерт, если будет прославление, больше людей будет. А если мы созовем молитвенное служение, о, голова болит, о, ребенок заболел, о, у меня заказ, о, у меня еще что-то. Мы должны любить прославление точно, как молитва. Потому что иная слава луна, иная слава солнца. И мы помогаем Богу. Мы помогаем Богу, когда мы становимся ходатаем, отношение к сердцу. Когда мы становимся, получается, мы говорим, Бог, ты нашел человека. В моей семье ты нашел человека. На этой работе ты нашел человека. Я буду молиться за всех сотрудников. Я буду называть их по именам. Я буду молиться за всех родственников, кого я помню. Каждый день, день и ночь, буду называть их имена. Я буду молиться, пока они не спасутся. Ты искай человека. Потому что если человек не спасен, получается, он не в ковчег, и дьявол может издеваться над ним. Поэтому мы призваны, мы должны стать молящимися церковью. Каждый день мы стали ходатаем. Бог ищет ходатаем. Бог не ищет людей, которые питаются менять сердце Бога. Его менять не надо, его менять не стоит, его менять и невозможно. Но вместо того, Бог хочет, чтобы мы с вами стали ходатаем. Знать сердце Бога, знать волю Божию, и начинать молиться в этом направлении. 31 стих. Итак, изолю на них негодование мое, потому что я не нашла, я не нашел человека, я не нашел человека, который мог бы стать в проломе за эту землю. Поэтому я изолю на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Поэтому давайте будем любить молиться. Когда мы видим, что что-то не так, как Виктор нам показал сегодня, мы не будем смотреть, как он себя ведет. Алкоголики, вообще несчастный человек. Каждое несчастье, которое мы видим, нам надо записывать. Все, я должна молиться, я должна ходатайствовать. Мы не должны, о бедный человек, большинство людей, о бедняга, о бедный человек. Бог не призывает нас, называй всем бедным. Бог призывает нас ходатайствовать за всех. И отношение сердца, это измененное сердце, помогает нам это сделать и стать ходатаем. Божья цель, это чтобы все спаслись, но грек приносит смерть, а возмедие за грек это смерть, это Божий закон. Поэтому если не будет ходатая, грешник получит смерть. И поэтому будет выглядеть, что Бог не есть Бог любви, почему Бог допускает то, почему, интересно, мы обвиняем Бога, мы не смотрим на себя. Бог говорит, что грек их обращу им на голову, а мы не видим себе, почему Бог допускает войны, почему дети умирают, опять же, мы ищем кого обвинять, но человек, у кого правильное сердце, он знает, если есть такое, все, Бог не может ошибаться, Бог святой, Бог не может положить свою руку в зло, он не умеет это делать, и поэтому человек, если увидит что-то не так, если он не знает причину, он знает, все, мы согрешили, мы согрешили, он даже еще не знает, какой грех, но если есть какое-то неустройство, Бог мы согрешили, стоит на колене и начинает ходатайство, начинает попросить у Бога милость, благодать, прощение, как не ими дело, не ими не согрешил, но он отождествлял себе с грехом народа, потому что он знает, что вина может быть только со стороны людей, вина не может быть со стороны Бога. Содержание молитвы и отношения в сердце. иногда не Бог задерживает наши ответы, но неизмененное сердце задерживает ответы на молитве. Бог не хочет дать нам благословение с неизмененным сердцем, потому что тогда мы не будем использовать это благословение правильно. Допустим, если Бог даст мне деньги, если Бог даст мне дом, если Бог даст мне машину, а у меня при том неизмененное сердце, я подумаю, что деньги мои, квартира моя, машина моя. Я не пойму, что Бог даёт мне деньги прежде всего для Него. Я буду говорить, что я тяжело заработала мои деньги. Я буду говорить, что хочу буду делать моими деньгами. Я не увижу первый план, почему Бог доверяет мне все то, что у меня есть. Поэтому иногда Бог задерживает молитвы, потому что мы всегда просим добро, мы всегда просим много для себя, но часто Бог задерживает эти молитвы, пока мое сердце не изменится. И в молитве, когда Бог задерживает наши молитвы, Он делает это для того, чтобы у него было время менять наше сердце. Потому что менять сердце, на это требует время. Это не чудо. Это не magic, как по-английски говорят. Требует время, чтобы менять мое сердце. Это процесс. Поэтому иногда, когда мы что-то просим у Бога, Он не дает нам сразу, потому что если Он даст нам, это убьет нас, это сделает нас гордыми. И Он этого не хочет. Цель молитвы, это чтобы мы обнаруживали Божью волю. обнаруживали Божью волю, отражать Божью волю, высвободить Божьей милости и попросить самое лучшее решение в ситуации, в которой мы оказались. Молитва с правильным сердцем, это когда мы позволяем Богу прослався. Часто Иисус в своих молитвах просит Бог прослався, прослав в меня, прослався. То есть наши молитвы, оно должно быть для того, чтобы Бог прославился в ситуации, в которой мы отказались. В молитве мы должны открывать нашу жизнь для Бога. Помните, в Писании написано, не заботись ни о чем, но в молитве и прощении, с благодарностью открывайте ваше сердце перед Богом. С чем я занимаюсь в молитве? Я открываю мою сердце. У меня нет секретов. Я говорю, да будет воля твоя. Делай все, что ты хочешь. Ты все знаешь. Ты знаешь больше меня. Делай то, что ты хочешь. Молитву мы осознаем полную зависимость от Бога. Полную зависимость от Бога. Что дает нам молитвы? Молитва помогает нам прибивать Божье присутствие во время и постоянно становятся более похожими на Бога. кого-то будем грешить. Даже во время молитвы будем грешить. Для Бога важна не молитва, для Бога важно не то, что я молюсь, но для Бога отдаюсь ли я Богу? Позволяю ли Ему работать с моим сердцем? Отражаю ли Бога? Говорю ли я как Бог? Мыслю ли я как Бог? Могут ли люди сказать, что Бог мой отец? Могут ли люди сказать, что я похожа на Бога? Это цель Бога. Бог хочет, чтобы его душка была похожа на него. Бог хочет, чтобы его сын был похож на него. И в молитве, общаясь с Богом, мы познаем волю Божию, мы познаем сердце Бога, и Бог может совершать его сел нашей жизни. Содержаны ответы и наше сердце. Иеремия 29, 11 стих. Иеремия 29, 11 стих написано, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду». Это еще раз подтверждает, что Бог не способен на зло. Бог не способен на зло. И то, что нам кажется зло, либо это наш грех на нашу голову, то есть мы полушаем за то, что мы делали, но Бог, Он говорит, намерение на благо. Я людям зло не даю, я даже не умею. Я не понимаю язык зло, я не умею это делать, ибо только я знаю намерение. И в молитвах Бог осуществляет свое намерение в нашей жизни. Мы просим одно, мы просим, как нам понятно, а Бог совершает его волю. Он говорит, ибо я знаю, что я хочу лепить свои жизни. Я знаю, почему я создал тебя. Я знаю, куда я тебя веду. Если ты просишь соответственно моей воли, ответ будет быстрее. Если ты пока на своей волне, я хочу поехать в Австралию, а ты видишь только Америку, значит долго мы с тобой будем общаться. Я знаю, какие намерения у меня о тебе. Я создал тебе. И утвердится мой план, а не твой супергигантный план. Утвердится мой план твоей жизни. Бог видит нашу жизнь целостность. Бог видит все точки нашей жизни. И в молитве мы учимся в виде как Бог видит. Потому что часто мы люди видим свою жизнь маленькими остроками. Мне сейчас нужно бензин в машине. Мне сейчас нужно оплатить за учебу. Сейчас все остальное меня не интересует. У меня сейчас острая нужда. Об этом я молюсь утром и вечером. Я хочу жениться, а потом все остальное потом. То есть мы видим маленькими островками. Особенно когда срочно достает эта нужда. А Бог видит все целостность. Потому что если бы мы видели все целостность, как Он видел, мы бы меняли наши молитвы. поэтому когда есть задержанные молитвы, ответы, пастор всегда говорит, что когда есть задержка, значит Бог улучшает ваше чудо. Что это значит? Значит вы просите меньше, а Бог хочет дать вам больше. Отношение сердца. И когда есть задержка, это не время роптать. Это не время говорить, я в этой церкви уже 20 лет. Я в миру, у меня все было, 5 квартир, 10 машин. А я пришла к Богу, я ничего понять не могу. Все мои ровесники, уже все, уже то, уже это самое. Намерение во благо. Намерение во благо. либо у нас есть какие-то грех, либо мы спорим с Богом. Не может быть, что я пришла к Богу, и моя жизнь стала хуже. Как это? Как я пришла к Богу, стало хуже? Что хуже? Перестали гулять, перестали курить, глава начала исправляться. Что хуже? Мы видим островками. Мы не видим все то, что Бог хочет. И в молитве Бог приближает нас к себе, Бог меняет наше сердце, потому что Божье мышье это сердце. У Бога сердце чистое сотвори во мир. Итак, мы должны научиться видеть Божьи действия в нашей жизни. Мы должны научиться видеть Его вечные стратегии для нашей жизни. И когда Бог меняет наше сердце, мы тоже перестаем жить австраками. Мы соединяемся в Божьей воле. Мы начинаем по чуть-чуть видеть Божий план. Мы начинаем по чуть-чуть видеть большую картину. Некоторые люди, которые знают мою историю, что когда я закончила школу, я была отличником в школе. И когда я закончила школу, я хотела стать врачом. А в моей стране, чтобы стать врачом или стать юристом, очень, как мы говорим, есть много людей, как мы говорим, очень конкурс. То есть много людей хотят, есть еще одно слово? Да, конкуренция большая. Многие хотят поэтому очки, которые нужно набрать, но высокие по сравнению с другим. Я такая была уверенная. Я же умная. И вы не поверите, то три не хватает, то пять не хватает. Ну, да, это вашка. И я плачу, обижаюсь на Бога. Я помню, я говорю, Бог, за какой грех? Скажи, это, ну, наказание за что? я же тогда не видела ни Советского Союза, вообще не знала, что Украина существовала, Россия меня вообще не привлекала, я была довольна жить в своей стране, я вообще не мечтала учиться за границу. Оказывается, это все для того, чтобы я попала сюда. А если бы я знала сразу, я бы после каждого не сданного экзамена пошла бы в Макдональдс, бы радовалась, а я себе ужас, я плакала, закрывалась, не ела, считала себя неудачником в жизни, ужас, этим я занималась 17 лет, 18 лет, представьте себе, малышка, потому что даже своей Нигерии не видела, связала свою судьбу с Нигерии, а у Бога есть план, мне попасть сюда, а я не знала, я еще плакала, задержанный ответ и отношение сердца, и все это время Бог работал над моим сердцем, над сердцем отца, потому что отец бы меня никогда не выпустил сюда, это же коммунизм, это же Ленин, я же девушка, если бы мальчик, еще понятно, я же девушка, и Бог так сделает так, чтобы я попала сюда, сейчас я понимаю, сейчас я могу сказать другому, кто плачет, что не плачь, твой Советский Союз ждет тебя, твоя Россия ждет тебя, ты просто не видишь, как я тоже не видела, знала бы, я бы не голодовала, я бы не разочаровалась, я бы знала, что придет Божье время, самолет поднимется, и я войду в совершенную волю Божьей, когда у нас есть содержание, ответы, Бог что-то делает, Бог меняет нас, Бог меняет наше сердце, чтобы мы могли переселиться в то место, где он хочет, чтобы мы переселились, чтобы в моей слуше, чтобы я полюбила русский народ, в моей слуше, чтобы я заговорила на русском языке, в моем слуше, чтобы я служила русскому народу, а я этого не знала, и даже если бы я знала, этого меня не привлекало очень, я бы захотела американскому народу служить, но я не знала, что еще сознание, сознание мира, Бог меня тут видит, содержание ответа и отношения сердца, Бог задерживает это, чтобы менять наше сердце, времени нету, и я хочу еще сказать, на примере Анны, Анны, мать пророка Самуила, первое царство, первая глава, с 10 по 16, первый царство, первая глава, 10 по 16 стих, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи, всемогущий Божий, Саваоф, если ты призришь на скорбь раби твои, и вспомнишь обо мне, и не забудешь раби твои, и дашь раби твои дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар, на все дни жизни его, и вина, и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его, между тем, как она долго молилась перед Господом, Ильи смотря на уста ее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильи шел ее пьяной, и сказала ей Ильи, да коли ты будешь пьяной, витрезвись от вина твоего, и иди от лица Господа, и отвечала она, и сказала, нет Господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом, и не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей, и о скорби моей, я говорила до сих пор, и двадцать седьмой, двадцать восьмой стих, о сем детстве, молилась я, и исполни мне Господь прощение мою, чего я просила у него, и я отдаю его Господу, на все дни жизни его, служи Господу, и поклонилась там Господу, на примере Анны, мы видим, как Бог меняет наше сердце, через задержанный ответ, Анна много лет молилась, и попросила сына у Бога, но она хотела сына, как у всех, она хотела сына, который будет при ней, это мой сын, при меня он должен быть, но благодаря задержанным ответам, Бог довела ее до точки, когда она была готова отдать этого ребенка, она хотела сына для себя, а Бог через нее хотел подарить народу пророка, она не согласилась на пророка, она хотела моего сына, вот, чтобы тоже показать, что у меня сын, но через задержанные молитвы, Бог смог смирить ее сердце, она согласилась на Божью волю, и она говорила, Бог я отдам, я подумала, если она отдаст Бога, зачем ей ребенка, то есть, как не было сына, так и не было сына, то есть, не было сына, и она готова рожать, и тоже отдать, написано, на все дни жизни его, Бог смог, сумел изменить ее сердце, и она это, она так и сделала, второе, задержанная молитва, как меняет сердце, когда пророк ошибочно думал, что она пьяная, она пьяная, благодаря измененной сердце, она не бросила на Илье, она не сказала, какой же ты священник, она не сказала, именно такие пасторы, как вы, приносят бесчастье имени Иисуса Христа, я молилась, я изливаю сердце Богу, ты даже, у тебя даже нету дара различения духа, ты даже не знаешь, кто молится и кто не, вы же знаете, женщины, у нас язык чуть-чуть длиннее, да, и мы знаем, как поставить, я в скобе, я пришла в церкви, я в церкви, в краме, не ожидала такого оскорбления, и она была бы права, но Бог уже изменила ее сердце, он говорит, человек, который обзывал, сколько ты будешь пьяна, говорит, нет, Господи мой, Господи, если бы мы жены так отвечали нашим мужам, может, мы бы жили души с ними, нет, да, 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 братья счастливы, нет, Господин мой, я от скоби изливаю, не считай меня негодны, то есть, правильный ответ отвергает ссори, да, как написано в Библии, откуда это измененное сердце, измененное сердце, у нас тоже есть посольство Божие, много пока не отвечены молитвы, но я хочу ободрить нас, я хочу ободрить себя, чтобы Бог работает над нашим сердцем, Бог улучшает наше чудо, чтобы когда мы получим своего сына, мы сможем отдать Богу на все дни жизни его, поэтому не разочаруйтесь, не разочаруйтесь, когда вам кажется, что Бог не отвечает на ваши молитвы, Он отвечает, если вы просили на добро, Он отвечает, хватиру, Он хочет, чтобы у вас были квартиры, машины, Он хочет, чтобы у вас были машины, мужа, Он хочет, Он придет на ваши свадьбы, жену, Он хочет, чтобы у вас были, лучшее образование, Он согласен, лучшая работа, это Его сердце для вас, и когда выглядит, что Бог больше меня не слышит, Он слышит, фокусируйте на свое сердце, не горды ли вы, фокусируйте на свое сердце, хотите ли вы освоить, освоить, да, себя, то, что вы просите от Бога, если у вас будет квартира, насколько вы будете гостеприимств, если у вас будет машина, насколько вы готовы служить, если у вас будет хорошая работа, насколько вы будете готовы жертвенно продолжать служить, не забудьте, Бог строит нас сыну и большую церковь, а только отданные люди, только люди с правильным сердцем, Бог может использовать, чтобы строить сыну и большую церковь. Мы живем с вами последнее время, любовь многие окладаются, наша любовь, она не должна окладаться, она должна гореть, гореть и гореть всегда. Вот поэтому давайте встанем, будем обращаться к Богу, давайте первые будем попросить у Бога прощения, может быть сейчас у вас есть неотвеченные молитвы, и вы немножко обижены на Бога, вы не понимаете, что происходит, и вы на грани отойти от Бога, дьявол вам постоянно щепчет, оно не работает, оно не стоит, Бог тебя не любит, ищи тебе другой вариант, если мы допускали эти мысли, давайте попросим у Бога прощения, попросим у Бога прощения за наше нетерпение, попросим у Бога прощения за то, что мы не видели той большой картины, которую Он нарисовал о нашей жизни, попросите у Бога прощения за то, что мы роптали, за то, что мы роптали, Боже, прости меня, прости меня, сейчас я поняла, что ты хочешь мое сердце, и я даю тебе мое сердце, и Боже, я обещаю тебе, как Анна обещала, если ты дашь мне мужа, я не буду мешать ему служить тебе, он будет принадлежить тебе, если ты даст мне жену, я не буду господствовать над ним, я буду давать ей свободу служить тебе, если ты дашь мне ребенку, я подниму из него пророка для тебя, Господи, если ты дашь мне здоровье, о котором я прощу тебе, Рибу, Карара, Бабашина, каждый день моей жизни я буду служить тебе. Боже, вместо того, чтобы я лежала в больнице, исцели меня, и я пойду по всему миру, пойду по всем паркам, и я стану евангелистом для тебя. Вы знаете, что вы просите у Бога? Вы знаете, что вы просите у Бога? Позвольте Богу менять ваше сердце, и начните молиться, как она. Начните молиться по-другому. Может, вы просите увеличение домашней группы? Для чего? Скажите Богу, я отдам тебе всех этих людей. Я отдам тебе всех этих людей. Они не будут моими людьми, они будут твоими людьми. Может, вы просите у Бога обошвать церкви? Для чего? Для славы? Или для измененной жизни этих людей? Готовы ли вы служить каждому человеку? Боже, мы благодарим тебе за каждую задержанную молитву. Боже, спасибо за всякую молитву, которой ты до сих пор не ответил. Боже, мы благодарим тебя, потому что ты знаешь, почему. Ты знаешь, что ты делаешь. О, ты это на наше благо делаешь, чтобы смирить нас, смирить наше сердце, чтобы мы не отошли, чтобы мы не пошли туда, куда не надо. Боже, вот опять мы посвящаем тебе наше сердце, посвящаем тебе нашу жизнь, посвящаем тебе наших сыновей, наши дочерей, работу, служение, деларук нашим. Твои они Божьи, Твои они Божьи, на все дни жизни нашей, на все дни жизни нашей, за измененное сердце. Боже, продолжай менять наше сердце. Продолжай так, чтобы мы захотели, чтобы во всех наших делах будет Твоя воля на земле, как на небесах. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты взялся за нас, взялся за наше сердце. Спасибо, что Ты создает чистое сердце. Спасибо, что реки живой води омевает наше сердце. Боже, мы благодарим Тебе. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус!